Друзья, всем привет! Снова сегодня с вами Макс и сегодня коротенькое видео о нашей обнове 2.7 в DCS. Мы все с вами ждали с нетерпением и сейчас уже появляется видео, где все говорят вау-вау-вау, это прям вау. И действительно выглядит это просто супер, но я бы хотел рассказать и о плохих моментах и о хороших. Плохих немного, я их в самом начале давайте вам расскажу и на этом все. И поэтому быстренько пробежимся по хорошим моментам. Смотрите, из отрицательных моментов, особенно в VR, значительно упала производительность. И связано это не с тем, какие там облака красивые, в общем это не с облаками, мне кажется, связано вообще. А в целом поменялось освещение. Но мы как раз сейчас об этом поговорим, как оно выглядит. Ну и второй момент отрицательный, это то, что сами облака в VR особенно, ну то есть на мониторе я этого не заметил, а вот в VR видно, что они немножечко в вертикальной плоскости, так называется, jiggering, да, то есть они прыгают вверх-вниз и это прям заметно. То есть они выглядят как такие наложенные спецэффекты, которые вам как будто вам в шлем добавили и они как будто бы двигаются. Ну, немножко несуразно, потому что они, весь мир неподвижен, а облака как бы подпрыгивают. Но это, как показала практика, я достаточно быстро к этому привык, но просто перестал смотреть на это. Если вы не смотрите на горизонт и не находитесь в линию с облаками, то есть не подходите к нижней границе облачности, там или к границе среднего яруса, теперь она многоярусная, это очень красиво. Вот, это вот отрицательные моменты, которые, ну это вот называется known issues, да, то есть сейчас она это известная штука и, в общем, на ней работает и хотят в скорости починить, чтобы вот этого не было дрожания в VR. Если спросите меня, то я рад, что их добавили, не дожидаясь пока этого исправят, потому что уже сейчас можно наслаждаться красотой, но с ухудшенными перфомансами. Давайте теперь по освещению. Самое главное, самое главное, что может быть где-то писалось, где-то я это видел, но потерял уже, не могу найти, но это то, что теперь освещение, оно перестало быть таким вот, как раньше это было, хаш или резкий, да, такой, а теперь это прямо мягкое освещение. То есть это понятно рассеянный свет, то, как он светит на здании, мы понимаем, с какой стороны источник света и то, как все, ну не знаю, все как освещено и как будто бы, это, конечно, не RTX, но это, мы видим те эффекты, ну таких предрисованных отражений, наверное, вернее предпросчитанных, какие-то более упрощенные, да. Вот смотрите, я даже находясь в кабине, раньше вот этот прибор не видел, что он имеет как бы стеклышко сверху, потому что теперь я вижу, что, ну сейчас не очень удачный ракурс, я вижу, что поверху находится стекло. То есть вот эти приборы все, они имеют теперь, ну отражение света в своих стеклах и даже сам фонарь кабины, он теперь более интересный. В общем, давайте, давайте взлетать. Самое главное, что даже крыло и вообще все элементы конструкции теперь не выглядят такими, ну знаете как, ну вот металл у нас имеет отражение, вот такая вот, вот это все просто блестяшка на солнце, кусок этого металла. Нет, ну как вы знаете, вот эта вот окраска самолетов, серая такая натовская, да, или американская, она, ну неспроста такая, это в общем-то матовый цвет, для того, чтобы вы не видели отблесков в полете, потому что самое, у вас много споров на тему там, как обнаруживать противника в бою там, да, и насколько это хорошо или нехорошо. Кстати говоря, в этом добавлении, в этом изменении 2.7 что-то добавили на этот счет, но я не об этом, я про освещение. Так вот, когда что-то контрастное блеснуло, вы можете это увидеть прям за десятки километров легко, а если цель матовая, ее достаточно сложно обнаружить. Так вот, я теперь смотрю на свое крыло, и я вижу, что эта краска, она прям матовая, я вижу, что свет стал более мягкий, то есть явно что-то сделано с освещением такое, что задает вот эту всю повестку. Смотрите, как классно, я прилетел на такую солнечную полянку, где солнышко пробивается сквозь облака, вот эту вот дырочку в облаках, и вот я вижу, прям по поверхности земли, даже сама земля освещена иначе. Свет идет и проходит как будто бы через какую-то, ну как если это фотография или видеосъемка, так называемый софтбокс, да, то есть есть как будто какая-то кусочек материи, который немножко рассеивает и делает освещение более мягким. И это касается, находимся ли мы под облаками, и даже я выбирал просто солнечный день, вот этот свет, он становится мягким и немножко рассеянным. Так, ну не знаю, это очень, то есть может быть это не для всех событий подходит, потому что если у нас на солнце ярко, на солнце безоблачный день яркое солнце, то такого, наверное, рассеивания практически нет, ну хотя все относительно, не знаю, вот с этим освещением все стало выглядеть намного-намного реалистичнее. И, кстати говоря, вот я сейчас маневрирую, отраженный свет от облаков в моей кабине, кстати говоря, по поводу отраженного света в кабине, то есть если раньше вот эти под козырьком, например, затенялись какие-то приборы, то они затенялись достаточно жестко. Теперь мы имеем отраженный свет в кабине, который покрывает те части, ну, в которых не попадает прямой солнечный свет, то есть мы там видим все равно отраженный свет, и они не просто какие-то черные непроглядные темень, да, то есть, ну, на мой взгляд, не знаю, вы не судите строго, если ошибаюсь, потому что я летал с VR-шейдерами, которые улучшают характеристики. Сейчас очевидно, да, что с выходом 2.7 пока нет новых VR-шейдеров, и я загрузил то освещение, соответственно, как оно есть, с установкой 2.7. Но я могу сказать однозначно, что я вижу этот мягкий свет на всех объектах, и на внешних частях самолета, на плоскостях у себя я вижу матовую краску, я вижу, ну, не знаю, шероховатую матовую поверхность, и мне нравится, как выглядит освещение зданий. Кстати говоря, вот Виктор БРЗ, он говорил, не, я больше не могу играть в DCS, потому что мне освещение после Microsoft Flight Simulator вообще как бы не нравится. Да, полетели скорее к облакам, все считают, сейчас в них и летают. И да, я понимал, почему происходит, потому что это просто какая-то залитая, если еще упрощены, ну, какие-то эффекты, да, то есть, ну, это совершенно обыкновенно виделось. Теперь мир выглядит совершенно иначе, да. Вот, кстати говоря, High Performance Aircraft, это прям то, что нам нужно сейчас, чтобы перемещаться легко между слоями. Вот, когда мы находимся между слоями, мы прям можем видеть, как они немножечко поддергиваются, и сейчас на Ultra стоят у меня настройки облаков. Честно говоря, я не заметил особой разницы, летая между облаков, если Ultra или Low. Low, кстати, я не пробовал, Normal, High и Ultra, да, то есть, я пробовал это все, и, в принципе, ну, производительность, общее падение производительности на всех картах, в том числе Кавказа, потому что Кавказ даже теперь стал выглядеть более, ну, что ли, современно, да, потому что все здания, которые освещаются, полетели там, где есть освещение. Те освещаются, теперь мы видим, как падает солнце, как, то есть, мир стал какой-то такой, более, ну, не знаю, более интересный, то есть, вот, освещение. И, как мне кажется, вот это новое освещение, оно является причиной вот этих вот отражений, отраженный свет, какой-то заливка вот этим мягким светом, вот это является причиной, ну, как бы, падения производительности, потому что, если даже отключить облака совсем, ну, в принципе, это никак не сказывается. То есть, сама по себе технология, видно, рабочая и очень хорошая, и, ну, вот, производительность упала, скорее всего, от другого освещения. Даже фонарь теперь бликует как-то иначе. Кстати говоря, если спросите меня, там, давай, ну, как бы, надо было бы подождать, пока допилят, потом выпускать, я скажу, что мне, ну, да, падение производительности, да, я немножко, конечно, сожалею об этом и расстраиваюсь, но, если честно, вот та красота, которую вы получаете теперь, можно просто такие, вот я сейчас сложные трехъярусные облака такие вам включил, а можно просто скеттерить, включать облака, но они не имеют вид вот этой просто разорванной ваты, разбросанной по небу. Я раньше просто в DCS никогда не включал облака, потому что, ну, это выглядело, ну, извините, тошнотно, да, это было очень не симпатично. И это прям, ну, подвох, вот, то есть, если у нас виртуальная реальность и виртуальные полеты, это то, чтобы обманывать наш мозг и погружать нас в виртуальные полеты для удовольствия, да, то вот это вот ломало всю иллюзию. Сейчас поддергивание облаков ломает иллюзию, но не так сильно, как те ужасные облака. Да, и сейчас у меня не выбрано никакого освещения, вот я, кстати говоря, выбрался на более открытое солнышко, и заливка моей кабины, она стала более таким резким светом, но в то же время он все равно заливает те части, даже куда не попадает. Слушайте, ну, это реалистично, то есть, когда вы выныриваете из-за облака, а еще набираете большую высоту, вы видите, как более, ну, каким более резким становится освещение. Слушайте, мне нравится, мне, мне, мне нравится, мне, конечно, не нравится performance drop, да, мне не нравится то, что падает, то, что упала производительность, но то, как теперь можно летать, то есть, теперь можно просто, не знаю, ну, хотя бы летать в облаках, не знаю, тренировать инструментальные полеты. Я, пожалуй, займусь тренировкой инструментальных полетов в вертолете, потому что виртуальные полеты в вертолете, вернее, инструментальные полеты в вертолете, это такая у меня, как бы, пробел, не очень тренированная часть, инструментальные полеты на самолеты, это то, чем я занимаюсь каждый раз на работе, да, поэтому для меня это нормально. Смотрите, даже сейчас на открытом солнце, я смотрю на плоскости, они выглядят иначе, они выглядят хорошо, они не выглядят такими блестящими непонятными штуками, которые отдают много такого, не знаю, как это правильно назвать, блума или вот этого. Даже на P47, который весь такой стальной и блестящий, я это заметил, что поверхности перестали брить просто кусочком зеркала или стекла, который просто отражает все. И да, давайте я добавлю тоже, как все говорят, вау, это просто вау-эффект. На самом деле, если вы башкой вот так вот вертите, как я сейчас, и не смотрите на горизонт, где стыкуются, так скажем, облака с неподвижными частями горизонта, то вот это вот джиггеринг или дрожание облаков, оно не так заметно. И да, мне очень нравятся вот эти, то есть можно сейчас летать между облаками и, ну, теперь это джеты, они заиграли новыми красками, потому что если на поршнях, на поршнях вы достаточно небыстро перемещаетесь между слоями облаков и между облаками отдельными как таковыми, то вот эта вот игра с облаками на истребителях реактивных, это, конечно, то, что вы полюбите, это прямо, то, что вы полюбите, это точно. Да, ну и если обещанные, обещанные для онлайн боев эти облака будут как бы на сервере, да, то есть они будут определены, иметь какие-то физические границы и они будут одинаковы для всех облаков, то поршневая техника, ну, теперь перестанет быть, ну, если ты встретился с превосходящими силами противника, к примеру, или, скажем, ты, ну, не знаю, теперь перевес боя, ты один на один, но ты видишь, что ты уже как бы в патовой ситуации, ты можешь шмык в облака и там наручник, и там переждать, потом вышел и все такое. Ну, то есть это добавит не только как бы красоты в наши виртуальные полеты, но и интересного геймплея, я так думаю, а если еще это будут на радаре облака какие-нибудь засветки, давай, такие мощные, кучевые. Ну, вообще, идея с наличием атмосферы, а, да, кстати говоря, еще хороший момент, смотрите, вот я могу смотреть на горизонт и видеть облака, простирающиеся до горизонта, те из вас и светлые пятна, которые оставляют вот дырки в облачности на земле, это вот максимально реалистично, те из вас, которые в X-Plane или Microsoft не 2020, а предыдущие версии гоняли и устанавливали себе дополнительную погоду там с какими-то облаками, все вы могли видеть, что они идут до какой-то там дистанции, может быть, там 15-20 километров, а сзади вы всегда видите светлый горизонт, то есть прямо чистое небо и земля, она там всегда освещена. Вот здесь, ну, не знаю, здесь круто, то есть насколько мне хватает дальности видимости, я вижу, что я везде имею эту облачность, я везде имею вот эти разрывы в облаках и, соответственно, вот этими пятнами освещенную землю. И да, мне освещение очень нравится. Блин, я, конечно, очень-очень расстроен, что я теперь не могу летать над картой Сирии прямо низко над домами, как я это любил делать, ну, скажем, не во всех местах вот здесь я смогу, а в каком-нибудь Бейруте или там в Израиле Хайфа я не смогу. Ну, кстати говоря, карта Сирия тоже претерпела изменения, вот в районе Хайфы там, да и вообще Беруте, да и в Турции, не могу произнести, Инкриник, я не знаю, как правильно произвести этот город, очень такой густо застроенный город, и там есть аэродром, и там было всегда мне очень красиво летать, и сейчас там очень красиво по-прежнему, и стало еще красивее. По-моему, детализация карты Сирия выросла прям, ну, очень-очень заметно, и я сначала подумал, в этом причина просадки FPS, но я зашел на все карты, там, включая Кавказ, Нормандию, и Channel, да, канал, и нет, это именно касается освещения. Кстати говоря, земля в канале теперь выглядит, ну, земля в канале, как бы это ни звучало странно, именно на карте канал, подстилающая поверхность стала выглядеть, ну, что ли, некорректного цвета, то есть, если раньше в том искусственном выдуманном освещении она достаточно, вот это вот ее насыщение, да, saturation, да, вот это вот насыщение, оно подходило к той форме света, который был у нас в игре, то теперь вот с этим освещением оно выглядит немножечко, ну, как сказать, как будто вы взяли и уровень освещения там крутанули так, ну, без меры немного, вот, и тем самым она выглядит немножечко потеряла, мне кажется, свою актуальность. По производительности, в принципе, тоже такая, такого же рода просадка, я не скажу, что там как-то она стала более детальная, может, местами. Кстати, я не хочу полетать в Биггенхилле, потому что я там много раз бывал на бизнес-джете, да, так сказать, на работе, а вот он же был во время войны именно военным аэродромом. Вот как-то так. Нет, это освещение, это, конечно, совсем другой мир, вам это понравится совершенно однозначно, и спасибо, что со мной сегодня полетали, это go-around, это go-around, джентльмены. Вот, спасибо, спасибо, что сегодня со мной полетали в этих новых красивых облаках, но освещение, прежде всего в новом освещении. Пока, до новых встреч, увидимся.